Глава 18. После всего Павел, остав Афины, пришел в Карин, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил, в синагоге убеждал иудеев и еленов. А когда пришли в Македонии сила и Тимофей, из Македонии сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрядший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подли синагоги. Крис, в же начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. «Господь живет день и ночи, сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он остановился там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. «Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахии, напали иудеи единодушно на Павла и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. А все елины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его предсудилищем, а Галеон немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отпыл в Сирию, и с ними Акила и Прескила, а стригший голову в кинхерях по обету, достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же не просили его побыть у них в доле, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Побыв в Кесаре, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, приводя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерелся идти в Ахию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писанием, что Иисус есть Христос.